Как я играю тремоло? Первое. Сижу на краю стула. Второе. Держу спину прямой, гусли зафиксированы. В моем случае это ремень. Третье. Рука не лежит на гуслях, локоть слегка приподнят. Рука может касаться гусли, но не лежать. Ни в коем случае не согнута вот здесь вот кисть. Локоть над гуслями слегка в сторону. Таким образом, легко будет делать вот это вот движение кисти для того, чтобы рука могла отремолировать и не уставать. Медиатор лежит на первой фаланге указательного пальца. Указательный палец согнут. Кладем задней частью медиатор. Носик смотрит перпендикулярно по отношению к указательному пальцу, а большой палец сверху прижимает медиатор. У нас здесь вот в руке должно быть вот такое небольшое колечко или овальчик. Что-то среднее между таким колечком, кружочком и овалом. Чтобы тремоло получилось правильно, нужно правильно ставить руку по отношению к гуслям. Руку вместе с медиатором. Медиатор мы уже научились правильно держать в руке. Теперь нужно понять, как нам держать руку. Рука у нас находится под углом, то есть согнутая в локте. И не вот так, не как-то вот так, а вот четко, вот линия идет, и вот так у нас рука под углом к струне. Также у нас медиатор получается тоже под углом к струне. Он не прямо ложится, а он у нас идет также под углом. Тоже там такой получается небольшой угол. Ну, примерно, наверное, 45 градусов. При касании струны. Звук тремоло зависит также от самого медиатора. Из какого материала он сделан, какой формы, какой толщины. И, соответственно, как мы его держим в руке. То есть держать медиатор в руке нужно в каком-то среднем положении. Не совсем расслаблено, чтобы он не выпадал из руки, не двигался во время игры, когда мы касаемся струны. И не сильно зажимая со всей силы, чтобы не было напряжения в руке. Что-то среднее. То есть это нужно почувствовать. Начать с медленного такого касания струны. И по своим ощущениям понять, как этот медиатор сидит у нас в руке. И постепенно мы увеличиваем скорость. И добиваемся такого равномерного тремолирования. Как только этот процесс мы отработали, и у нас получается делать тремоло в достаточно быстром темпе. То есть это уже действительно похоже на тремоло. Сначала, конечно же, нужно делать не со всей силы. То есть не громко. Просто, чтобы отработать это движение, и получалось тремоло. Когда уже вы почувствуете, что получается, тогда можно прибавить немножко силу вот этого тремола, силу нажатия. И звук станет громче. Когда я слабее нажимаю, соответственно, звук тише. Когда я сильнее ударяю медиатором о струну, звук становится громче. Но еще один момент. Это зависит также еще от медиатора. У меня есть медиатор потоньше. Вот сейчас был медиатор чуть потолще. Сейчас я возьму и сыграю медиатором, который потоньше. Звук будет резче. И материал немножко другой. То есть звук похожий, но звучание более такое резкое. То есть медиатор толще, в моем случае, из того материала, который вот у меня сделал медиатор, получается звук более такой жирный. Материал и тонкость медиатора, она дает другой материал, и тонкость медиатора дает такой резкий звук. Но это в моем случае. Бывают материалы и толщина медиаторов другая. И может быть другой звук. То есть другие характеристики получаются звука. Я к чему? К тому, что очень тоже сильно зависит звук нашего тремола от медиатора. Не только от того, как мы играем, как мы тремолируем, но и от самих материалов и толщины. Вот все, что вот я сказала. После того, как мы поняли, как нам играть тремоло, начинаем делать упражнение. Первое упражнение, которое нужно делать, это медленно мы тремолируем одну струну. Потом идем выше. Еще выше. То есть мы идем несколько струн вверх, потом несколько струн вниз. И когда мы тремолируем, то есть сначала мы медленно это делаем, медленное тремоло вот такое получается, мы добиваемся того, чтобы не задевать соседние струны. То есть мы не глушим ничего, мы просто учимся чисто играть тремоло каждой струны, которую мы касаемся. Вот у нас получилось, к примеру, да? Мы пришли вверх, и мы не задеваем соседние струны. У нас все получилось, все хорошо. Теперь идем также вниз. Вот у меня сейчас ошиблась, да? Я добиваюсь того, чтобы у меня все струны звучали чисто. После этого я делаю следующее упражнение. Следующее упражнение. Мы ставим левую руку во вторую позицию в любом месте нашей гусли. И тремолируем струну, которая между указательным и большим пальцами. Это можно делать в любом месте гусли. То есть мы переставляем эту вторую позицию и двигаемся вместе с ней. То есть по струне, которая у нас открывается, благодаря тому, что мы передвигаем вторую позицию левой рукой. Дальше что нам нужно сделать? Вот мы сделали вот так. Дальше мы тремолируем струну, которая находится за первым пальцем. То есть перед ним, так скажем, за позицией. То есть мы делаем бряцание и тремолируем вот эту струну, которая за большим пальчиком. И ту же струну, которую до этого. Сейчас у нас стояла рука левая во второй позиции. Теперь мы меняем нашу руку, переставляем ее в четвертую позицию, когда третий и четвертый палец вот так раз, перешли к мизинцу. И у нас мизинец и четвертый получили вместе, остальные через струну. У нас получилась четвертая позиция. И у нас открылась еще одна струна между третьим и вторым пальчиком. И теперь мы добавляем эту струну к этим двум струнам, которые мы уже отремолировали. То есть мы начинаем со второй позиции, с первой струны между указательным и большим. Бряцание и тремоло. Теперь за большим пальцем струна. Бряцаем и тремолируем за большим пальцем. Опять между указательным и большим. Теперь переставляем в четвертую позицию. И вот струнка, которая открылась сразу за указательным пальчиком, вот следующая. Вот мы сейчас протремолировали вот эти три струны. И теперь возвращаем нашу руку опять обратно на место, во вторую позицию. И тремолируем вот эти вот две струнки, которые между указательным и большим, пальцем. И опять. Вот такое упражнение. Эти упражнения помогают научиться тремолировать, как среди заглушенных струн, то есть мы тремолируем открытые струны, остальные вокруг получаются у нас заглушенные благодаря левой руке, которая встает в позиции. И если мы не берем позиции, а просто тремолируем среди открытых струн, у нас получается, мы учимся четко тремолировать только ту струну, которая нам нужна, то есть не создавая, так сказать, музыкальной грязи. И мы играем только то, что нам нужно. И таким образом мы учимся. То есть из медленного темпа в быстрый, из такого тихого в громкий. Также мы тренируем, да, то есть мы можем сначала тихонечко прибавляем. И затихаем. Увеличиваем громкость. Затихаем. Вот таким образом. Занимайтесь, пробуйте. Уверена, у вас все получится. Нужно просто много тренироваться с тремолом. Тремол – это непростой прием, он очень красивый, но требует усидчивости и труда. Успехов!